Всем привет! Это вторая часть моих фаворитов за 2018 год. Если в первом видео я рассказывала о самой лучшей декоративной косметике из бюджетного и также люксового сегмента, мне кажется, что у меня получилась такая интересная, небанальная и, самое главное, качественная подборка. Если пропустили это видео, то я обязательно оставлю ссылку внизу или где-то здесь. А сегодня давайте поговорим о уходе. Многие из этих баночек я купила повторно, это уже о чем-то говорит. И многие из этих средств стали для меня прям настоящим открытием. И они изменили вообще, в принципе, мой подход к уходу, к тому, что я делаю со своим лицом. И вот если коротко так подвести уходовые итоги 2018 года, то именно в прошлом году я открыла для себя витамин С, керамиды и также ферменты. Ну что, давайте начнем. Первая категория это демакияж. И, кстати, сегодня я буду показывать какие-то средства, которые еще не появлялись в моем видео, так как я не успела снять фаворитов осени и фаворитов зимы. Что касается демакияжа и первого этапа, первого шага вечернего очищения, я не пользуюсь такими средствами утром. То в прошлом году чаще всего я отдавала предпочтение именно бальзаму для демакияжа от бренда Хеймиш. Мне очень нравится форма выпуска. Это удобно, что ничего не надо откручивать, просто открываем крышечку и само средство имеет вот такую плотную маслянистую консистенцию. Но когда наносишь это средство на лицо, оно начинает таять, растворяет косметику и при воздействии с теплой водой вся косметика буквально исчезает с вашего лица. И это средство абсолютно не сушит кожу, хорошо растворяет тушь. Я пользуюсь бюджетной Люкс Визаж или Кабаре от Vivienne Sabo и с ней это средство довольно неплохо справляется. Если у меня какой-то более интенсивный макияж глаз, то тогда я пользуюсь своим гелем для умывания, точнее двумя, о которых я сейчас расскажу. И если вы предпочитаете гидрофильное масло именно в классическом варианте, то в прошлом году больше всего мне нравилось Шу Уэ Мура именно в зеленой упаковке. Она тоже очень хорошая и я не заметила, чтобы и одно и второе средство для первого этапа демакияжа забивало мне поры. Но помните, что после такого плана средств обязательно нужно умываться еще чем-то. И этим чем-то конкретно в моем случае и в прошлом и в позапрошлом году был гель для умывания от марки Айзенберг. Я боготворю это средство за то, что оно очень мягко очищает кожу, оно удаляет какие-то остатки макияжа. То есть, если у меня где-то недосмылась стрелка или остались черные разводы после туши, я пробую разные средства для демакияжа и случались разные истории. И всегда вот это средство домывает все на ура, у меня не пекут глаза, у меня не стягивается кожа и его хватает на 9 месяцев. Это моя третья баночка, которую я купила самостоятельно. И это мой настоящий must-have, на который иногда бывают скидки до 50%. И если вот эти 20 долларов, которые вы заплатите за гель, разбить на 9 месяцев использования, то получается не так-то и много, согласитесь. И помните, я рассказывала о средстве от бренда Heimish в такой зеленой упаковке. И говорила, что оно очень хорошо подходит именно для утреннего умывания, для сухой, обезвоженной, такой склонной к раздражениям кожи. Я до сих пор придерживаюсь своего мнения, но я жаловалась на него, что оно не справляется с остатками макияжа. Так вот, этой осенью мне удалось совершить просто феноменальное открытие для себя лично. Я не пользовалась этим средством ранее и оно покорило мое сердце. Это средство для умывания от бренда CERAVE. Это первое действительно как бы увлажняющее, очищающее средство. Оно не пенится. Это идеальнейший вариант 2 в 1 для утреннего умывания и в качестве второго этапа для макияжа. Потому что вот эта штука досмывает какую-то косметику. То есть, если ваш гидрофильный бальзам или гидрофильное масло не совсем справилось с тушью или еще с чем-то, то вы просто пользуетесь вот этой умывалкой и она не выжигает глаза. Если у вас жирная кожа, но она как бы очень сильно подсыхает в холодное время года, попробуйте перейти на вот такое бережное умывание. Я вижу, как моя кожа благодарна мне за то, что я бережно ее очищаю. И это любовь. Я ничего другого сказать не могу. Мне нравится, что у меня такой промышленный формат. Мне надолго хватит этой упаковки. Кстати, иногда я использую это средство в качестве геля для душа. Но не помню, сказала или нет, он не пенится. И фантастическое, фантастическое средство для нормальной сухой кожи. Так точно буду пользоваться весной и летом. Расскажу как, но в холодное время года это прям обалденная вещь. В прошлом году я довольно много рассказывала о том, как корейские увлажняющие тоники кардинально изменили мой подход к уходу, к выбору тех средств, которые я использую после них. И очень запомнился увлажняющий универсальный тоник от бренда Klairs. И также Honey от Papa Recipe. Если выбирать одно средство из категории как бы тоников, но именно с вот этим эффектом Вау, то его давала мне эссенция от бренда Миша. И будет давать, потому что я уже купила себе третью упаковку. Я понимаю, что нет одинаково полезных фруктов. Да, кому-то это подходит, кому-то нет. Для меня это тоже абсолютный must-have, так как я поняла, что на моей коже очень хорошо работают ферменты. Процесс ферментирования компонентов, он расщепляет молекулу, и она проникает глубже, она работает. Здесь также есть неоцинамид, который подлечивает кожу. Эта эссенция осветляет ее, конечно же, увлажняет, успокаивает и смягчает. Если я ничего не путаю, здесь есть еще и молочная кислота, которая стимулирует нашу кожу к самостоятельному дополнительному увлажнению. И, так как я сказала, делает кожу мягче. Это то средство, которое сделало большую революцию в моем уходе. В принципе, увлажняющие тоники, потому что благодаря именно им я начала убирать кремы с более легкой консистенцией, и благодаря этому у меня стали меньше забиваться поры, кожа стала чище, и я вижу одни плюсы от использования увлажняющих тоников или вот такой эссенции. Вы знаете, что я являюсь огромной поклонницей использования кислот, но в прошлом году я подготовила объемный, очень полезный материал на эту тему, где все разложено по полочкам, где указаны все мои фавориты. Что, куда, зачем и как, кому и вообще зачем, все в одном видео. Поэтому я еще раз делюсь с вами ссылкой на этот ролик, и, может быть, в конце я покажу то, чем я пользуюсь, но это не точно. Сейчас я хотела бы вспомнить о витамине С. Это тот компонент, который очень положительно повлиял на состояние моей кожи в прошлом году, я даже больше скажу, я гораздо реже пользуюсь Эфакларду, когда у меня появляются какие-то воспаления. То есть, витамин С очень хорошо подлечивает кожу, я заметила, что витамин С предотвращает появление каких-то новых высыпаний, он осветляет кожу, все какие-то пост, ну, не совсем акне, потому что у меня иногда появляются воспаления, или я себе что-то там типа очистила, и потом долго красное пятно раньше было. Сейчас кислоты, какие-то легкие тоники, витамин С, неоцинамид, и все буквально за два дня все красные пятнышки проходят. Так вот, начну с самой щадящей сыворотки с витамином С, но при этом действенной, работающей. И я не могу объяснить, как это делают корейцы или американцы, что упаковка, к примеру, вот прозрачная, да, или она с пипеткой, но средства работают. Возможно, есть более стабильная форма витамина С. Я пользовалась сывороткой от Drunk Elephant, и могу сказать, что вот эти три работают лучше, и я видела результат гораздо быстрее, поэтому я не могу это объяснить, уж простите, я буду говорить только о том, что я видела конкретно на своем лице. Вот эту сыворотку лучше всего наносить на какой-то еще не впитавшийся тоник, то есть, к примеру, наносим увлажняющий тоник, не ждем, пока он впитается, одно нажатие, берем сыворотку, распределяем по лицу, и потом уже ждем, когда все это немножко впитается. Это происходит довольно быстро, эта сыворотка очень легкая, можно пользоваться и утром, и вечером, и она прозрачная, она без запаха, она не липкая, и она осветляет кожу, и если вы пользуетесь витамином С утром, то витамин С совместно с вашим SPF еще лучше, еще эффективнее будет защищать кожу от воздействия солнечных лучей, то есть, у вас не будут появляться пигментные пятна, и все вот эти прелести не будет так быстро стареть кожа. И также я заметила, что если я регулярно пользуюсь витамином С, у меня такие чистые поры, я там несколько раз в неделю сделаю маску с кислотами, или пройдусь тоником с какой-то маленькой концентрацией гликолевой, или миндальной кислоты, и моей коже этого достаточно. И вы знаете, после вот этого витамина С, вот этого, и вот этого, моя кожа не шелушится, то есть, это такой безопасный для всех и каждого вариант. Вот эта сыворотка чуть более мощная, и ею я пользуюсь чаще всего тогда, когда у меня есть какие-то высыпания, локально наношу, или на все лицо, и когда я вижу, что кожа такая немножко раздраженная, я или вообще отказываюсь от активных сывороток, или отдаю предпочтение вот этой. Мне очень сложно выбрать, какую из них я куплю еще и еще раз, просто вот этой не было в наличии, я взяла вот эту на iHerb. Покупаю их на iHerb, они очень часто распроданы, но они того стоят, чтобы их подождать, чтобы их выследить. Вот эта сыворотка пахнет какими-то мандаринами. Если ваша кожа привыкла к чему-то прям такому, с большими концентрациями, и на вас не работают все легенькие сыворотки, у вас такая плотненькая, жирная кожа, то я бы советовала начинать с вот этой, и возможно, если вы будете в этом нуждаться, то пройти курс использования сыворотки от Kiehl's. Я пришла к тому, что я не хотела бы постоянно пользоваться этой сывороткой, так как здесь 12,5% эта сыворотка уже покалывает кожу, пощипывает, но она уникальна тем, что она очень хорошо увлажняет. То есть здесь есть гиалуроновая кислота, очень часто написано, что есть гиалурон, а на самом деле средство сушит. Это не тот вариант. Это средство в теплое время года может даже заменить увлажняющий крем. То есть наносим тоник, и только вот это средство, этого будет достаточно, особенно для дневного использования. Но если чувствительная кожа, если вы никогда не пользовались витамином С, я бы советовала начинать с чего-то более легкого. Но если вы так же, как я, пользуетесь чем-то на постоянной основе, а иногда прям хочется бомбануть свою кожу, то очень советую. Замечательная сыворотка. В прошлом году я пришла к тому, что начала разделять свой уход на базовые средства и активные. Так мне гораздо проще. Если у меня кожа раздражается, если ей что-то не нравится, если есть какие-то высыпания, еще что-то там, я просто убираю активный тоник или активную сыворотку и продолжаю пользоваться безопасным базовым кремом, который восстанавливает, который заживляет, который увлажняет, который никаким образом не раздражает мою кожу, удерживает ее в таком нормальном состоянии. И тут хочется выделить несколько брендов. Мне очень нравится уход от бренда La Roche-Posay. Особенно их крем-гель из линейки Геалубе 5 и очень хорошее средство под глаза и увлажняющая сыворотка, когда мне нужна прям увлажняющая, супер-бомба. Я использую этот дуэт или даже трио. Вместе с кремом под глаза я всем пользовалась и мне нравилось. Бренд Цераве очень порадовали, потому что в теплое время года я пользовалась их легким таким крем-гелем и этого было более чем достаточно. Тоже никаких высыпаний, забитых пор и чего-то недостающего. Прям очень хороший уход. Бренд Айзенберг. Просто сейчас у меня нет каких-то питательных средств, которыми я могла бы пользоваться в холодное время года. И те баночки, которые у меня есть, они тоже проверены. Просто я буду ими пользоваться в теплое время года. Очень качественный уход, с удовольствием к нему вернусь. А сейчас расскажу о креме, которым я пользовалась осенью и также в начале зимы. К сожалению, он закончился. И это то, зачем я, скорее всего, отправлюсь в магазин. Значит, что это? Это восстанавливающий крем от бренда SkinCeuticals. Это тот бренд, которым я вообще, в принципе, пользовалась бы вот прям всем-всем-всем вот этого бренда, потому что эти средства по-настоящему особенные. Они очень хорошо влияют на состояние кожи. И когда я пользуюсь средствами от SkinCeuticals, я думаю, блин. Но вот надо как-то попробовать полностью перейти на эту марку. Значит, это антивозрастной крем, который восстанавливает липидный баланс кожи. То есть, если ваша кожа как бы потеряла защитные функции, если вы пользуетесь кислотами, и вам обязательно нужно восстанавливать кожу, это то чудо, которое поможет вам в этом. И после интенсивного курса кислот вот этот крем действительно спасал мою кожу. Ну как, я не могу сказать, что я прям переборщила, но я не заметила, чтобы у меня были какие-то шелушения, чтобы у меня были дополнительные воспаления. Здесь есть насыщенные кислоты, здесь также есть суперполезные для кожи керамиды. И, в принципе, это самый лучший восстанавливающий, защитный и также питательный, но при этом легкий крем вообще марка SkinCeuticals. Она уникальна тем, что смотришь на крем, он кажется таким плотным, наносишь, все быстро впитывается, и ты видишь действие этих средств. И я обязательно к нему вернусь. В прошлом году марка SkinCeuticals тоже была в моих фаворитах года. А вот из корейской косметики больше всего меня впечатлил медовый крем от бренда Papa Recipe, потому что он очень необычный по своей текстуре. Это такой гель, который тает на коже, при этом крем легкий, но он очень-очень сильно увлажняющий. И даже зимой, в холодное время года, днем наношу этот крем, и мне его достаточно. Он скрывает какие-то шелушения, если они есть. Он очень хорошо подходит под макияж, он не перегружает кожу, он не забивает поры, он не пахнет медом, он не липкий. Наверное, если у вас жирная кожа, то это будет слишком на теплое время года. Но всем остальным могу советовать попробовать. Очень интересный бренд. В принципе, все, что я от него пробовала, мне понравилось, насколько я помню. Самое лучшее средство для восстановления, для защиты, для увлажнения, для всего и для губ, это вот такой бальзам, который мне подарила Мария Серд. Это бренд Manufactory, наверное, так это читается. Написано, что это сыворотка для губ. Это очень приятное средство с ароматом ванили, которое я выжимала до конца и допользую какие-то бальзамы, которые я начала, бог знает когда. Я обязательно к нему вернусь. Стоит он около 10 долларов, но его надолго хватает. Он такой плотненький, немножко липкий. Если вам не нравятся липкие бальзамы, то, наверное, нет. Всем остальным очень рекомендую. Он надолго остается на губах, он их прекрасно восстанавливает. Насчет заживляет не скажу, потому что, когда я пользовалась тем бальзамом, мои губы не нуждались в каком-то заживлении. Просто чудеснейший, волшебный бальзам. Коротко о кремах под глаза. Уже не стану в который раз нахваливать крем от Бентон. Чаще всего я пользовалась им и это не я придумала. То есть, как, мне там может что-то казаться, но когда такое количество людей пишет о том, что область под глазами в моем случае стала выглядеть лучше, вы спрашиваете, что я сделала? Я ничего не сделала. Я просто пользуюсь каким-то обычным уходом и, наверное, не настолько обычный, раз даже вы видите результат. Очень нравится этот крем. Это очень хорошее увлажнение и антивозрастное действие, как мне кажется. Из того, что тоже полюбилась в прошлом году, это марка SkinCeuticals. В прошлом году пользовалась другим, но еще раз говорю, что этот уход это нечто и советую попробовать, если хотите побаловать свою кожу, если хотите попробовать что-то новое и вообще очень советую этот бренд. Это у меня бальзам под глаза. Он и восстанавливает, и питает, и антивозрастное действие, при этом он не жирный, очень хорошо подходит под макияж. Кстати, вот этого бальзама под глаза она очень долго хватает. Это тоже одно из тех средств, которые я не впервые повторяю. В этом году я познакомилась с кремом под глаза от марки Lancome, и я забыла его отдать моей маме. Так как у меня была баночка, я допользовала до конца, на какой-то хорошей скидке купила. Очень приятное средство, которое имеет такую как бы гелевую консистенцию, но очень хорошо увлажняет, шикарно подходит под макияж. Если вы не нуждаетесь в каком-то супер-мега питании, то этого будет достаточно даже на холодное время года. И сейчас я пользуюсь вот таким кремом под глаза от марки Eisenberg. До меня вот недавно дошло, что здесь очень большой объем, здесь целых 30 миллилитров, и это такая осветляющая линейка. Крем имеет легкую консистенцию, но хорошо увлажняет, быстро впитывается, и одни плюсы от использования, мне кажется, что область под глазами действительно стала как бы светлее, но это все в комплексе, это те средства, там масочки, припарки какие-то, патчи, все чем мы пользуемся, то есть на один крем я бы не стала рассчитывать, и мне нравится то, что Eisenberg никогда не раздражает мою кожу, даже если крем где-то там попадает в глаза, если я тороплюсь, то тоже все хорошо, он дружит с консилерами, как и все те средства, которые я показывала сегодня, ну тут как бы объем еще говорит за себя, и я честно говоря не помню, что же именно здесь в составе, но этим кремом я однозначно более чем довольна, помнится мне, что в прошлом году я была очень довольна вот этой сывороткой от Lancome, опять же на скидках купила вторую упаковку, пока что ждет своего часа, у меня как-то очень много всякого ухода, но хочется пользоваться тем, что уже проявила себя, что уже показала себя, и поэтому я возвращаюсь к каким-то фаворитам, от которых я была в восторге, так вот, у меня сыворотка для чувствительной кожи, она здесь с фируловой кислотой и с бифидобактериями, здесь есть такая ампула, которая активируется при вскрытии, то есть это не классическая сыворотка из линейки Genifique, но вообще в принципе Genifique мне нравится и патчи под глаза, классическая сыворотка, ну как-то я не совсем поняла, что она делала, а с вот этой сывороткой у меня была более увлажненная, более такая как бы упругая кожа, хотя в принципе я не могу сказать, что я как-то особо жалуюсь, но у меня было гораздо меньше высыпаний и мне хотелось какого-то более легкого крема и я также помню, что тон кожи был прям очень ровным, то есть мне ничего не приходилось маскировать, легкий консилер под глаза, там тоненький тональный крем и все, так что скорее всего весной я вернусь к этой сыворотке, еще раз говорю, что когда хочется какого-то питания, поверх своего основного ухода я наношу вот это масло от марки Kiehl's, ничего нового не пробовала или пробовала, но не впечатлила, до сих пор считаю, что это то масло, которое работает в ночное время, время суток, чуть не сгода, вот, какая красивая птица у нас на террасе, во дворе, я даже не знаю, что это такое, но такая пятнистая и вторая, обалдеть, вот, очень хорошее масло, советую попробовать, столько всего хорошего, о нем говорила, уже, наверное, не стоит останавливаться, девочки, девочки и молодые люди, которые меня смотрят, SPF, SPF это очень важная штука и в весеннем уходе обязательно буду рассказывать, когда я пользуюсь макияжем и когда прям очень жарко, я иногда наношу матирующий SPF, но сейчас, и мы были на отдыхе, также, когда загораешь, когда все-таки кожа такая обезвоженная, я пользуюсь увлажняющими SPF, и тут такой момент, у меня, как всегда, на выбор несколько средств, первое, это база под макияж, если я хочу у кого-то сияния, то пользуюсь вот этой от Хеймиш, это и база под макияж, и SPF, здесь защита 50, PA и 3+, то есть, это самый высокий уровень защиты, и она мне не забивает поры, здесь есть не ацинамид, наоборот, подлечивает, если есть какие-то высыпания, если еще что-то там, тоже пользуюсь вот этой базой, она как бы еще и подлечивает кожу, придает просто невероятное освещение, которое не сравнится даже с базой от Tom Ford, которая у меня есть, чаще всего пользуюсь вот этой, как бы два в одном, SPF и очень красивый визуальный эффект, по вашим советам купила базу, не базу, а SPF 50, PA 3+, опять-таки, от CosRx, с алоэ, очень хороший фильтр, увлажняет, легкий, не дает какого-то белесого эффекта, даже если я снимаю видео с этой штукой, ничего, как бы я не выгляжу как дух, все выглядит красиво, на него хорошо наносится макияж, очень быстро впитывается, и во всех средствах, которые я показываю, есть и химические, и физические фильтры, и они не разрушают мою кожу, они не забивают поры, и я прям очень рада, что я уже нашла те SPF, которыми я пользуюсь и зимой, и продолжу пользоваться весной, оставлю на лето, если вы до сих пор в поисках хорошего SPF, то могу посоветовать матирующий, минеральный, от Etude House, но его нужно искать или на eBay, или на Амазоне, я покупала на Амазоне, а вот этот есть на iHerb, и из такой более люксовой категории затертый, потому что он был с нами в отпуске, опять-таки, и очень хорошо защищал, это Айзенберг, у них очень классные средства для загара, и вот у меня SPF 30, тоже PA++++, и очень хорошо защищала, иногда мне даже не хотелось наносить SPF 50, так как этого было достаточно, и особенно в холодное время года, SPF 30, это, наверное, самый такой оптимальный вариант, 20-кой тоже можно обойтись, и вот у нас, к примеру, очень часто непонятно с погодой, как бы облачно, но для собственного спокойствия я наношу SPF 30, даже если я не лежу на пляже, чтобы не получить какие-то там пигментные пятна, наверное, о дополнительном уходе, о каких-то любимых масках, о маслах для кутикулы, о бальзаме для тела, я расскажу в отдельном видео, чуть-чуть о волосах, будет также несколько любимых ароматов, то есть такие дополнительные средства, на этом будем заканчивать, я очень рада, что я сняла этот ролик, так как очень сложно все так быстро объяснить и рассказать, я старалась также показать какие-то новые средства, а не только то, что вы видите на протяжении всего года, я надеюсь, что вам было интересно, если вы любите ролики о уходе, если вы узнали что-то новое, если получили какую-то полезную информацию, не забудьте поставить пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно, и спасибо за все ваши отзывы, за ваши письма, за ваши какие-то короткие сообщения, в которых вы благодарите, что я каким-то образом повлияла на состояние вашей кожи, мне прям очень и очень приятно, на этом будем прощаться, всех целую, обнимаю, пока-пока!